5 октября наша страна отметила международный праздник – День Учителя. День Учителя – это особенный прекрасный праздник, который входит в жизнь каждого из нас. Учитель, воспитатель, педагог – это те люди, которые на протяжении долгих лет находятся рядом с нами, открывают удивительный мир знаний, помогают выбрать свою дорогу в жизни. Но нет учителя без учеников, а это значит, что праздник не только для педагогов, но и всех, кто учился и учится в школе. Торжественное мероприятие, посвященное всем людям, выбравшим профессию педагога, состоялось 5 октября в Дворце культуры. На мероприятии присутствовала педагогическая общественность двух дружеских муниципалитетов Буйского муниципального района и городского округа «Город Буй». Поздравил всех присутствующих и вручил цветы директорам школ города и заместителю начальника отдела образования, глава городской администрации Игорь Ральников. Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Учителя. Действительно, сегодня я хочу сказать вам теплые слова благодарности за тот выбор, который вы сделали в своей жизни, и за верность профессии, той профессии, наверное, самой благородной, гуманной и нужной человечеству, которой вы посвятили всю свою жизнь. Действительно, ведь именно от вас, от ваших профессиональных качеств, от ваших личных качеств, зависит суть многих поколений учеников, выпускников и в конечном счете завтрашний день всей нашей страны. Органы власти различных уровней очень много делают для укрепления материальных баз, баз школ, для того, чтобы преподавание было более комфортным в наших школах и учреждениях. Но основное богатство нашей образовательной системы и нашего города, и района, и всей страны, наверное, все-таки вы, уважаемые учителя. Поэтому сегодня я поздравляю вас с этим праздником. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ту частичку души, которую вы вкладываете в каждого своего ученика. И поблагодарить, наверное, не только от администрации, но и от всех тех выпускников, наверное, мы все прошли через ваши руки, от всех учеников, поблагодарить вас за ваш труд. В этот праздничный день были отмечены преподаватели сельских школ. Ни для кого не секрет, что работать в сельской школе непросто. Многие здесь учителя-совместители. Каждому из них приходится много работать на подготовке к урокам. Коллектив маленький, а обязанностей в целом по школьной и общественной работе много. День учителя, наверное, это такой профессиональный праздник. Это праздник одной из профессий, вот именно по призванию. Потому что вот в зале здесь сегодня присутствует достаточно большое количество педагогов. И, наверное, я уверен, что у каждого из вас, вот нет случайных людей здесь. Люди, которые действительно выбрали данную профессию по призванию. И очень приятно вот со сцены поздравить вас с этим замечательным профессиональным праздником. Учителю должно быть не каждому. Учителю обладают массой качеств, которые вот именно нужно передать подрастающему поколению. И затем в дальнейшем получается действительно вот выход, результат, выпускник. Вот пришел малыш, карапус, вообще не смышленый. И когда выпускник 9-го, 19-го класса, это уже осознанный молодой человек, который свои взгляды, свое мировоззрение. И это сделали вы. Вы вложили громадный труд в воспитание, в обучение, в воспитание, в становление его как личности. И просто я преклоняюсь перед вами, перед каждым, кто здесь сегодня присутствует, то, что вы, во-первых, выбрали эту профессию. И затем вы на протяжении своей жизни, и каждый из вас совершенствовал. И вот каждого здесь подними, кто здесь присутствует. Да, вы учитель, учитель с большой группой. Много добрых слов прозвучало в адрес тех, кто делится теплом души и секретами своего мастерства. Кто дает знания, открывает дверь в мир различных наук. Учитель – профессия дальнего действия. Все помнят свою первую учительницу, ее светлые сияющие глаза, тихий успокаивающий голос, теплую согревающую улыбку. Встречу, когда впервые, встав на самую низкую и трудную ступеньку лестницы знаний, попадаешь в неведомый мир. Как приятно осознавать, что и здесь твой родной дом, что рядом вторая мама, пусть немного строгая, но в то же время любящая, всегда готовая помочь и направить на истинный путь. Самое главное – богатство двух муниципальных систем образования – это, прежде всего, педагоги, это вы. Дорогие друзья, еще раз с вас замечательным профессиональным праздником, счастья, мира, добра, благополучия, творческих идей. Ну, послушных детей, наверное, да, но когда дети послушные, это неинтересно даже работать. Хотелось бы, чтобы в классах были и непослушные дети, чтобы вот именно такой заряд бодрости учитель всегда получал. Поздравили всех собравшихся – вокальный ансамбль «Акцент» культурно-досугового центра «Камертон», вокальный дуэт дома детского творчества «Половинки» Александра Козлова и Александра Кудрявцева, народный хор «Русь», ансамбль студии «Соло», вокальная группа «Новый стиль» дома детского творчества, народный ансамбль танца «Ленок» и солисты дворца Анастасия Дик, Татьяна Глазкова, Любовь Белозерова и Сергей Морозов. И куда бы мы ни шли, куда бы мы ни ехали, сердце и душа всегда будут стремиться в родную школу, где научили нас самому главному – любить и беречь родную землю, где научили нас быть человеком, которому дороги самые главные ценности на земле – любовь к родителям, к родному дому, к родине. Уважаемые педагоги, уважаемые ветераны, еще раз с праздником желаю вам всего самого доброго, мира, добра, здоровья, счастья, ну и, конечно, благодарных учеников, выпускников. Всего самого доброго, с праздником! Учителя Буйского района и города Буя – самое лучшее в Костомской области и в Российской Федерации. Профессия педагога вечна, как вечной истины добра, мудрости и милосердия, которые они несут всем людям.